за 100% сегодня у меня будет тренировка тренировка depot Алло! Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Да, здравствуйте! Ну, переходи! Что? Ну, вы хотите поговорить, я говорю тебе, переходи! Нам необходимо с ней поговорить, не с вами! Ну, переходи! Нет такой необходимости! У нее не получится! Получится еще и как получится! Наши звонки продолжатся! Наши звонки продолжатся! Давай-давай-давай! Бегом-бегом-бегом! Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Кузнецов. Центр юридической защиты. Компания, та самая компания АЛЯН. На сайте есть форма для вставления заявки для бесплатной консультации. В описании этого и любого другого ролика есть такая же ссылочка. Если вам нужна помощь, наших специалистов обращайтесь. Поможем, расскажем, подскажем. Если надо, спасем! Алло! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Анастасия. Это Уральский банк реконструкции и развития. У нас для вас есть информация. Позвольте озвучить подробности? Развучивайте, конечно. Вы можете получить кредит по сниженной ставке от 5% годовых. Срок выбирайте сами, до 10 лет. И сумму также можете выбрать от 100 тысяч до 5 миллионов рублей. Актуально вам такое предложение? Нет, я не сумасшедший. Я по средствам живу. Поняла вас на таком случае, если ситуация изменится, то актуально информация... То есть, возможно, вы рассчитываете, что люди все больше и чаще будут дурнить. Понимаете, это на самом деле робот говорит, но так или иначе здесь прокомментировать нужно. Рассчитывают на то, что люди будут дурнеть. То есть, очевидно, преимущественная позиция человека, умеющего жить по средствам, а для них, для банковской системы, она невыгодная. Им нужно, чтобы человек с утра до вечера думал о том, как обслуживать долг. Это интереснее. С утра до вечера, думая об этом, человек перестает думать о чем-то другом, более насущном, злободневном и интересном. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Шкуховна Бахахова Анастасия Радиковна. Как могу к вам обращаться? Вот так вы мне звонили. Наверное, знаете, кому звонить. Ну, в мокридированной системе звонит Виктория Ренадовна. И по какому номеру можно связаться? А зачем вам с ней связываться? Она же вам все четко, конкретно описала касательно своей ситуации. Отправила? Мне ничего она не описывала. Нет, скажите, как есть, на самом деле, я ничего не читала, потому что у меня нет доступа к переписке клиентов банка с банком. Это не значит, что она ничего не писала. Я вам заявляю со всей ответственностью. И ни одно письмо, и не только ваш банк она написала, получила уведомление о вручении. И в этих письмах все описано. К вашему сожалению, вы не можете этого всего видеть. Вынуждены работать на автомате, как говорится. Представляете, как у вас люди думают, что 100 человек напрямую с банком общается, и тут звонит опять банк, и какая-то девочка не понимает, что происходит, хотя отверждает, что она из Банка России. К вашему успокоению, эта же ситуация во всех других банках происходит. Ну, это что касается ваших, так скажем, полномочий, должностей. Запишите, передайте ей, чтобы она перезвонила. Не хочет она вообще устный формат поддерживать. Зачем перезвонить, когда есть четкий, конкретно цивилизованный способ общения с официальной структурой, именуемой себя банком. Спасибо за время уделенное. До свидания. Всего доброго. Вот, конечно, не можете повлиять на ситуацию, да, сделать так, чтобы больше ей не звонили. Нет. Я же говорю, в общем-то, ваша компетенция, ее нет, не существует никакой компетенции. Вы не можете даже сопровождать ту, условно, скажем, обязанность, которую на вас возможно. Вы не контролировать, не редактировать, не сопровождать, не можете. То есть, напрямую принимать от клиентов банка какие-то возражения вы не можете. У вас нет полномочий. Это сейчас я не к ней обращаюсь. Вы это не к ней обращение, к Коломасе обращаюсь. Она представитель той самой Коломасы, чтобы вы понимали. Алло. Алло, алло. Или алло, как правильно. Здравствуйте, компания Эверест. Инспектор Чапаченко Сергеевна Сергеевна. Разговоры записываются. Это что за пакетон? Это... Чапаченко Сергеевна Сергеевна Сергеевич. Это вы, да? Да, слушаю вас. Задолженность у вас перед компанией Миккедит. Сумма 21 340 рублей 71 копеек. Требования кредитора закрыть займ до 16 октября. Платеж поступит? Так, до 16-го. Утром рекомендую кашу в обед. Даже углеводы не позволяешь себе, только салатик. К вечеру можно мясо, рыбу или курицу. И ни капли портвеняги, ни капли. Тогда вот то, что сейчас из тебя, собственно говоря, ну вы Чупахину многие видели в фотографии, это нечто. Это такая вот... Ты дура набитая, маргариновая, вот такая хуэта, килограмм 120. Чудо в юбке Чупахина, ты с каждым разом все хуже и хуже слышишься. По твоему голосине, по твоей голосине вот этой вот пропитой, прокуренной, всем давным-давно все понятно. Я уже давно не пытаюсь развести тебя на какие-то интересные манипуляции с точки зрения твоей компетенции. Ты сразу же уже понимаешь, что все тебя узнали и сливаешься. Другое над всех волнует. Ты когда сообразишь остатком своего пластилина... Ну я про мозг намеренно не говорю, что твоя жизнь это за шквар. Вся твоя жизнь. Алло. Добрый день. Банк Хом Кредит. Погромче. Я под Ширяева Евгения Михайловна. Здравствуйте. Банк Хом Кредит. Слышно меня? Да, слышно. Что у вас с голосом? Жень. Александр Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то у вас с голосом не находите? Нет, я считаю, что у меня все в порядке с голосом. А что такое? Какой-то он такой жалобный. Александр Александрович, у нас все в порядке. Хотелось бы вопрос по задолженности у вас с вами урегулировать. Ну только не таким голосом. Я бы у меня выставлен. Почему? Знаете, вот мне недавно звонили с Эверест, некая Чупыхина. Ну она готовилась не один год к этому. Портвейн по вечерам, сигареты без фильтра. Ну специально, то есть сигарета с фильтром, но она ее обрывает. Ну голос должен быть такой пробуханный. Ну если вы занимаетесь возвратом просроченной задолженности, это уже некий стиль. А вашим голосом у вас не получится. Вы, наверное, не раз уже об этом говорили, да? Да нет, впервые слышал. Они говорили вам, что, когда вы сказали, что, ну не повезло мне с моим голосом. А вам в ответ говорят, ну иногда, когда мозги раздавали, вы за сиськами или за жопой в очереди стояли. Я просто слышал на Ютьюбе вас и не раз. Замечательно. А все же, может быть, вернемся к обсуждению диалога. Вы только отвечаете, когда вам говорят люди, вот вы созваниваетесь, вам говорят, ой, там Ширяева, что с голосом, я вас слышал, а вы говорите, замечательно. Почему вы этому радуетесь? Это не та слава, не та звездность, которой надо радоваться. Александр Александрович, я все уже хочу вас попросить вернуться к обсуждению кредитного договора. Никто же не хочет это по телефону делать. Вам не раз об этом заявляли, говорили, а вы почему-то все время просите об этом. Я вас услышала, как только будете готовы. Ну да, кто-то возвращается из жалости, либо по незнанию, но люди, которые мозги включили, понимают, что по телефону ничего не решишь. По телефону ничего невозможно решить. Только если повестись на то самое психологическое воздействие, давление, которое вы завуалировано даже такими голосами жалобными, оказывать пытаетесь, пытаетесь, не оказывайте, а пытаетесь. Вы можете подъехать к нам в офис, если вы не готовы посещать по телефону. Есть четкая конкретная форма взаимоотношений, называется переписка. Она даже в Гражданском кодексе прописана, регламентирована в части статьи 165.1. И все об этом знают, все, кто интересуется ситуацией, все, кроме вас, это понимают. Потому что по телефону ни о каких условиях, ни о каких цифрах, ни о каких сроках речи быть не может. Почтено с вами попрощаться, потому что вы... Вот вы так всегда и делаете. Вот лично вы, Ширяева, Евгения, как там у вас по отчеству. Именно так вы себя и ведете. Я вас не то что узнал, я вам об этом сразу сказал. Во-первых, на фоне голоса, которым невозможно что-то получить. Попросить с надеждой. Возможно, такой профиль поменяйте. Либо переходите на портфель на сигареты без фильтра. Глядишь, годика через два, что-то начнет у вас похожее получаться, как у Чупыхина из Эвереста. Или от МБА, Финансы, там тоже. Буквально вот, друзья, я то же самое говорил, день-два ролик назад был. Алло, здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте. Елена Александровна Сегаева, институтер компании Эверест, ведется запись разговора. Евгений Андреевич, вы? Слушаю вас. Как имя, отчество что-то хрипело, не слышал. Елена Александровна. Елена Александровна. Ага, я вас слушаю. Да, Евгений Андреевич, по поводу микрофинансовой компании, Манимен поступает в звонок. Вот, образовалась у вас задолженность. Соответственно, на сегодняшний момент у вас была сумма 37,500, по акции сумма для закрытия счета 18,800. В акции намерены участвовать? Конечно намерен. А кто акцию инициировал? Это Манимен. Манимен? Они что-то не сообщали, ничего, не знаком пока. В личном кабинете там вся информация у вас есть. У меня нет доступа в интернет. А, нет доступа, ну поэтому вы и не знаете. Они давно уже по акциям... Да надо было просто по почте России отправить, да и все. Так вы видите, почему-то они не отправляют. И вообще, в общем-то, уже... Ну я, в общем-то, уже... Ну я, в общем-то, уже... Хочу, но не могу. А как? Смотри, в общем-то, в моментах, действительно, 18-й повторник. Дальше я не знаю, где на вас есть. Ну это, Тимуля, а как вы, компания ваша называется? Эверест, это коллекторское агентство. Они 12 дней назад ваше дело уже передали в коллекторское агентство. А, а что-то я... А, еще... Ну да, 12 дней назад всего лишь, да? Ну, я подожду. Я пока что, с вашего позволения, буду вас игнорировать. Мне же должны они сообщить, что вы какие-то эвересты... Ну это в течение месяца они должны сообщить. Ну, в течение 30 дней, да, я знаю, хорошо, закон. Ну сейчас-то что, о чем говорить тогда? Пускай они... Передайте там, когда вы с ними сотрудничаете, чтобы со мной вступили в переписку. Да, с нас хорошо. Ага. Всего доброго. О, пока. А с эверестом что-то получилось. Что, она задумалась, думаете, или что? Или не захотела раскручивать этот факел? Да не, задумалась навряд ли, просто не знаю, от чего ответить. Что объективно, ну человек четко, конкретно сказал, на закон сослался. Не, ну хотя про эверест это история исключение. Да, добрый день. Да, добрый, добрый день вам. Вы кто? Здравствуйте. Анатольевна. Простите, еще раз, кто вы? Компания «Веритов». Меня зовут Шишкин Роман Михайлович, специалист отдела взыскания. Работаю по брену «Езаем». Разговор за... Роман Михайлович. Вы не торопитесь, будьте добрыми, Роман Михайлович. А то такое ощущение, что на обед опаздываете, или что там у вас происходит. Роман Михайлович. Мне вопрос повторить? Или вернемся к разговору? Да, понятен разговор, и вопрос тоже понятен. Что-то вы хотите ее услышать, да? Другое дело, что она не желает с вами разговаривать. А вас как зовут? Вы кто? А вам не все ли равно? Результат-то разговора не изменится от того, будете вы знать, кто я или нет. Отказывайтесь представиться. Вы информацию передадите, да или нет? Отказываюсь представиться. Представляете себе? Нет, я спрашиваю информацию, передадите, да или нет? Вы констатируете тот факт, что я отказываюсь, а потом спрашиваете. И я просто практически вас цитирую. А что за информация? Рассказывайте, что у вас за информация, Роман Михайлович. Тогда позже еще раз перезвоним. Всего доброго. Информацию какую передавать-то? А? Забыли информацию сказать. Хотели, чтобы я передал информацию, а информацию я никакой не услышал. Странная позиция у вас, Роман Михайлович. Как у олигофрена какого-то. Ну, так бывает. Здравствуйте. Здравствуйте, можно погромить? Здравствуйте, меня зовут Смиртова Анастасия Романовна, промсвездбанк. Диалог выписывается. Здравствуйте. Олег Сергеевич, это вы? Угу. Вы, да? Да. Управление по работе задолженности. У вас просроченная задолженность. Сумма 197 тысяч 542 рубля. Вне графика находитесь уже 169 дней. 173 дня, извиняюсь. Все три договора были переданы у вас в коллекторское агентство. Угу. Вы его понимаете? Нет, не сообщал никто. Два договора были переданы номер 8800, три двойки, 47, 47. И еще один договор был передан в кредит экспресс, номер 8800, 550, 680. Передано на формате уступки или просто по агентскому договору? Передано в коллекторское агентство. Вы теперь работаете с ними. Есть варианты по агентскому договору, а есть на фоне уступки. 383, по-моему, кстати. Ваш договор был передан в связи с вашей неоплатой. Теперь общайтесь только на прямом месте. Понятно, понятно. Передано два варианта существуют передачи. Первый, это ответственность моя сохраняется перед банком и просто агентский договор заключается, который подразумевает напоминание о долге и сообщение о возможных последствиях. Второй вариант, это уступка, когда права требований, в том числе получения денег, переходят уже третьему лицу. Так вот, в нашем с вами случае что произошло? Просто были переданы в коллекторское агентство. Так не бывает. Просто, знаете, просто даже кошки не рождаются. Они у вас были переданы, вы теперь полностью работаете с ними. Да вы объясните мне, вот вы сидите на этом месте, вы же должны быть компетентным сотрудником. Существует закон. Просто так ничего не передается. Ну, не потому что не передается, потому что это обязательства, закрепленные на бумаге и регламентируемые законом, в том числе 152-м федеральным законом, 230-м федеральным законом, гражданским кодексом. Просто так ничего не происходит. Просто так вот у меня может с соседом что-то произойти. Ну, так вы и скажите, что на основании агентского договора были переданы. Ну, это ни о чем вообще. О чем меня не уведомили об этом? Не могу вам сказать. Вам должна была прийти СМС. Какая СМС? 230-й федеральный закон что-нибудь про СМС говорит вообще или нет? Курьер или Почта России? Раз вы законы знаете, почему не оплачивали тогда? Раз вы законы тоже подразумеваете, что знаете, почему вы их нарушаете? И требуете соблюдения законов с физического лица. Физическое лицо более слабая, менее защищенная сторона в споре с юрлицом. У вас юристы свои есть. Вы вообще юрлицо. Общество с ограниченной ответственностью. Или кто вы там, ПАО. Не знаю, как аббревиатура, как форма собственности ваша обозначена. В налоговой инспекции. Почему вы требуете соблюдения закона с физического лица, а сами игнорируете этот закон? Вы в приоритете должны пример показывать. Это даже в формате социального контракта. А у вас сотрудники такие, как вы, просто клещами приходится вытаскивать простейшую информацию. Просто передали. Что за глупости вообще? Вы осмеливаетесь декламировать? От меня что вы на данный момент сейчас хотите? Ничего я вообще, это вы мне позвонили. Я что от вас, мне вообще ничего от вас не надо. Я вам информацию предоставила. Какую информацию мне предоставила? Общайтесь, вы работаете с коллекторской. Да вы не нервничайте так, я понимаю, неприятно. Ну так возьмите материал, изучите. И не будете нервничать. Вы же сами эти ляпы допускаете. И кто не нервничает. Просто, говорит, передали. Вы сами себя слышите? Просто передали. Обращайтесь в коллекторское агентство. Мне оно надо. Да нахуй, ну мне не надо. Вот скажите, зачем мне надо? Если вы даже... Зачем мне... Они вообще никаких прав. Они просто информировать меня должны. Это при условии, что вы действительно им передали. Обращаться мне к ним зачем? У нас отношения с вами сохраняются. Обязательства перед банком сохраняются. Зачем мне коллекторы? Я в посредниках не нуждаюсь. Вот если они на основании 382 статьи получат право, то есть вы уступите, тогда они мои кредиторы станут. Тогда, может быть, я и решу к ним обращаться. И то, очень, возможно, не буду никогда этого делать. А что мне сейчас к ним обращаться? Зачем? Вам нужно ранее было думать, так как вы не оплачивали на протяжении 170 дней. Ну, так и было, да. А вы почему же себе снимаете эту ответственность в плане думать? Вот вы конкретно, лично, вы, Анастасия Романовна. Вы всех призываете думать на своей работе, а сами когда этим займетесь? Процессом. Думать начнете. Если появятся вопросы, звоните по номеру. Что, у вас не получилось, да? Так надо думать, прежде чем что-то делать. Всего доброго, до свидания. А не жить по принципу мартышки сделать, а потом думать, пытаться. Анастасия Романовна, тоже же, да? Слышал я где-то вас уже. Голос мне ваш знаком. Наверное, в Ютьюбе, да? Я радуюсь за вас. Не надо за меня радоваться. Это нейтральная вообще информация. Просто я вас слышал в Ютьюбе, в этом позорились тоже. Просто, говорит, передали. Просто передали. Что в голове должно там щелкнуть или выключиться, наоборот? Я знаю, что мозги выключиться должны. Когда-то давно. Чтобы такое сказать. То есть, по алгоритму вроде я должен напрячься, да? А я в итоге провокационный вопрос совершенно очевидный задал и все. Просто передали. Это не передали называется. Всего доброго, до свидания. Это поручили. До свидания, до свидания. Что я вообще сейчас с соседом разговариваю, сидит рядом, слушал на громкой связи. Я не с вами разговариваю. Вы все, что вам необходимо было, сделали. Все подвели к тому, Анастасия Романова, чтобы красиво слиться. Ну, стандартно, точнее. От меня, что вы на данный момент хотите в альтоговор по первым? Да ничего я от вас не хочу. Я с соседом разговариваю. Вы общаетесь теперь с ними и будете оплачивать. Кому? То есть, как они вам, да, скажут? Что за дичь вообще вы несете? Я же уже дал вам четко понять, что перестаньте открывать рот, не подумавши. Вообще. Как это я буду им что-то оплачивать и как они решат? У меня договорные отношения с банком. Они не менялись. И первое общение с коллекторским агентством. И что? Как это они будут решать, как я буду оплачивать? На основании тысячи первой статьи вот этой вашей... Почему вы ранее не общались? Что? Почему вы ранее не оплачивали в таком случае? Что я не оплачивал? Да это уже дело десятое. Если вам что-то не нравится, существует третья статья Гражданско-процессуального кодекса. Она регламентирует обращение пострадавшей стороны за правдой в суд. Почему? У меня куча причин. Гражданский кодекс существует не только для банка, Конституция и много-много еще законов, в том числе закон о защите прав потребителей. И там на все ваши почему есть ответы. Потому что. И выясняется правда в состязательном процессе, называемом суд. Если в суде будут такие умники и умницы, как вы, Анастасия Романовна, то это очень веселое мероприятие будет для меня. В буквальном смысле. До свидания. Так вы уже это говорили. Вы забываете на ходу, что происходит? Вот бестолковая. Она плюхнулась на жопу в лужу. Встала и еще раз подпрыгнула. Еще раз шлепнулась. Мало ей было. Веселуха, правда что. Здравствуйте. Приветствую, здрасте. Меня зовут Нискредов Антон Сергеевич, специалист Совкомбанка. Иван Павлович, хорошо вам меня слышно? Не очень, если можете погромче, Антон Сергеевич. Хорошо, Иван Павлович. Буду говорить немного громче. Отлично. Иван Павлович, я вам звоню из досудебного отдела по вашему договору. Кредит на карту. 77 дней данный договор уже находится на просроченной задолженности. 23 тысячи 150 рублей сумма к оплате. Сколько тысяч? 23 тысячи 150 рублей сумма к оплате. 23 500 округлим, да? Можно так, да, округлить. Можно округлить. А можно в сторону 23 округлить? Обычно в школе в меньшую сторону учили округлять. Иван Павлович, тогда у вас останется срочная задолженность. Нельзя округлить, да, в меньшую сторону. В большую можно, в меньшую нельзя. Понял? Понял, принял. Все. Это база. Иван Павлович, в банках не оплату до 16 октября включительно. В какой затягне от вас оплата поступит? Я не задумывался. У меня нет такого ответа категоричного. Тем более досудебное отделение. К суду готовитесь, да, я так понимаю? Да, в досудебное отделение. Чего? Иван Павлович, так вы об этом давно уже знаете? Конечно знаю. Я просто на свои вопросы ответа от вас не могу получить. Когда все-таки суд? Что это у вас там, досудебное дело? Когда суд? Ага. Ну, Иван Павлович, когда банк решит? А что вы отсюда-то ждете? Ничего не жду. Это вам что-то надо от меня. Мне-то что ждать? Ну, так а чего вы добиваетесь в таком случае, Иван Павлович? Это вы что-то добываетесь? Собственно говоря, смысл этого вопроса не изменился. Чего ждете, чего добиваете? Добивайтесь. Ничего. Мне ничего от вас не надо. Мы позвоним с целью договориться с вами. Так вы и говорите, что вы не из досудебного отдела. Вы оператор колл-центра обычно. Из досудебного отдела. Да ладно, вы чего? Вы же из дома работаете. Да, я необычный оператор. Я не консультирую людей, Иван Павлович. Как необычный, необычный, загадочный оператор нам позвонил. Я не консультирую людей. А образование есть у вас соответствующее, профильное? Ну, коль до судебного, юридическое какое-то, телебанковское, может быть. Необычный, необычный, говорит, оператор. Посмотреть бы хоть раз на вас. По суду будет вопрос решаться, да, через арест всех ваших счетов? По суду не решается. Это уже пристав принимает решение, арестовывать либо не арестовывать. И, кстати говоря, описывая имущество, оставляет на хранение, как правило, потому что некуда вывозить. Что еще раз, Иван Павлович? Да, расскажу. Пристав не арестовывает, а описывает имущество и оставляет в 99,9% на хранение должнику. Да, думаете? Да, куда вывозят? Склады Росреестра существуют только в крупных городах, и то они заняты немножко другим имуществом. Контрабандным, которые таможня конфискует, и потом на вас эти издержки еще пожают. Какие издержки? Какие? А что за издержки? Можно узнать? Вы же не слушали меня, Иван Павлович. Так вы говорите в параллель, зачем вы это делаете? Вы в параллель не говорите, а давайте собеседнику высказаться. Я понимаю, что вам не нравится это слышать, ну что поделаешь. Итак, что там за расходы? Кроме 7% исполнительского сбора, который необязателен. Госпошлиный, исполнительский сбор как-то не обязательно. Но в случае, если вы выиграете, и полностью сумму, которую заявите... Да, вы думаете, что мы проиграем, да? Незаконно вы удерживаете средства банка, и вы думаете, что банк проиграет. Ну, третья статья ГТК РФ, конечно, обращайтесь в суд за правдой, а почему бы и нет? Да, вы знаете, что у вас за судебного отдела? У вас-то все инструменты для того, чтобы правду отстоять есть, но нельзя нарушать природу досудебных взаимоотношений. Как вы можете утверждать, что вы в суде заведомо выиграете? Не говорите со мной в параллель, пожалуйста, не говорите со мной в параллель. Вы не готовы, получается, конструктивно разговаривать со мной, да? Вы задаете мне вопросы и не ждете на них ответа. Итак, я повторю, чтобы было слышно. Как вы можете нарушать природу наших взаимоотношений в юридическом смысле, утверждая, что вы однозначно выиграете в суд? Не перебивайте вопрос, еще не закончил. У вас судья подкупленный, что ли, или что? А почему вы решили, что судья подкупленный? Ну, вы утверждаете самозабвенно, что вы обязательно в суд выиграете. Нет, потому что обычно, когда клиенты не возвращают денежные средства, да, и незаконно, вот вы сейчас нарушаете закон. Нет. Это только судья, да, это судья может определить. Вот видите, вы опять меня перебиваете и говорите со мной в параллель. Извините, пожалуйста, я больше так не буду делать и вам рекомендую тоже. Иван Павлович, 309-310-е статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Вы сейчас нарушаете эти статьи и думаете, что банк встанет на вашу сторону? То есть какие-то у вас есть законные основания, да? Не банк, а суд. Я могу поправлять вас, вы заговариваете. Суд, да, прошу прощения. У нее права надеяться на это, да. В Гражданском кодексе. А, стоп, сори, перебиваю, да. 39% суд будет на нашей стороне. И судебный приказ наносится судьей единолично. Вы знали, да, об этом, Иван Павлович? Я думаю, рассудка как осветовленных, хорошо. Когда закончите, дадите мне слово, скажите, я закончил, можно я скажу? Конечно, Иван Павлович, я слушаю вас. Можно, да? Так вы в суд собираетесь подавать или судебное приказное производство хотите инициировать? Иван Павлович, а вы с какой целью интересуете? Вам какая разница? Огромная разница. Вы не намерены, я так понимаю, да, вопрос в добровольном досудебном порядке решать? Огромная разница. Вы же должны понимать, вы же человек, я так подозреваю, демонстрирующий такую невероятную... Не говорите со мной в параллели, мы же по-честному должны вести диалог. Я вас слушаю. Иван Павлович, давайте вот предметно, да? Давайте предметно, четкий, конкретный вопрос. Не перебивайте, пожалуйста, вопрос. До 16 октября. Вот теперь четкий, конкретный вопрос от меня. А почему только от вас? Нет, так не пойдет. Это не конструктивный диалог называется. До 16 октября, я вас еще раз спрашиваю, сумма поступает от вас, да или нет? А вы хотите судебно-исковое производство реализовать или судебно-приказное? Я вам вопрос задал, Иван Павлович. Я вам задал вопрос. Сумма от вас по требованию банка поступает, да или нет? Вы, я так понимаю, закапываете сами себя, да? То есть вы не можете возражения закрывать, не умеете, да? И никакой... Иван Павлович, судебный приказ, судебный... Зачем я должен отвечать на ваши вопросы, если вы так хорошо ответвлены и молодец? Вы же сказали, да, в яму залезли вот в эту... Я в таком случае сейчас фиксирую отказ. Да, вы же ничего не можете, кроме фиксирования, и все. Не разбирайтесь даже в том скрипте, который вы пытаетесь людям донести. Иван Павлович, я разбираюсь в том, что у вас есть дом, и вам нужно его вернуть. А зачем тогда было поднимать вот так вот невероятно суд проиграю, потом про судебный приказ и химию внести? Я вас прошу, вы меня слышите или нет? Так вы попрошайничаете, просто пытаетесь психологически надоедить, когда у вас этого не получается, вы пытаетесь попросить. А выходит, что вы сами инициировали эту тему, в итоге ее сами не вывезли. Антон Сергеевич, потому что вы бездарь необразованный, и все, и неудачник по жизни. Для вас рефинансирование под залог автомобиля не актуально, да, я так понимаю? Нет у вас автомобиля, не хотите, да, рефинансировать машину? Вот вам когда мозги предлагали получить бесплатно, вы что, куда вы смотрели в этот момент? Иван Павлович, я вот понял, ожидайте в ближайшее время принудительных мер. Это вранье все, ничего нет, кроме таких, как вы. Уточним дополнительный номер телефона. Уточняйте, уточняйте, дополнительный. Вам что, этого не хватает? Я не понимаю, что вы такие бестолковые, а? Ну вот вам что, этого не хватает? Я же вам вопрос задаю конкретный, Иван Павлович. Я бы пытался про телефон ответ дать, не нравится вам ответить. Но я понял, что у вас нет телефона, я услышал. Есть, есть, но я точно так же буду на других цифрах себя вести, абсолютно точно так же. Продиктуйте его. Кого? Ну записывайте. Можно вам предоставить дополнительный, я вас записываю. 8, 499, 130, 41, 83. Все, записали? Да, записал. Молодец. По какому адресу проживаете? А это зачем информация? У вас в условиях договора, если вы с ними не знакомились, указано, что вы обязаны предоставлять ваши контактные данные. А я что, их в договоре не предоставил? А я их не предоставил в договоре, да? Мы их сверяем сейчас, по телефону мы их сверяем сейчас. Нет, там ничего про телефон не сказано. Там четко конкретно в договоре, если вы его читали, написано, при смене контактных данных, я обязан уведомить об этом банк. Да, уведомить банк в течение пяти рабочих. Сейчас вам предоставляется возможность сделать это по телефону. Он ничего не менял, зачем мне это делать? Если вы хотите по телефону, ничего не менялось, хорошо? Какой бестолковый он попался. Ну, в смысле, не попался. Квартира один, правильно? Ага. Все, оплату не совершаете, верно, установленный банк в срок? Совершаю. Отказываете. Не, запутываете, да, совершаю. Ты меня убедил, да, совершаю. Фиксируй, фиксируй, что ты договорился со мной. Антон Сергеевич. Я в итоге одумался, испугался и решил все-таки. Друзья, если вам нужна помощь юристов компании Алиам, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь. А ссылка на форму для оставления заявки на бесплатную консультацию есть в описании этого и любого другого ролика. Это вам ничего не будет стоить. Мы работаем со всеми регионами нашей страны, где бы вы ни находились. Можете оставить заявку, вам перезвонит наш специалист, обо всем поговорите. Банкротство физических лиц, создание условий, когда банку выгодно будет отказаться от претензий. Соответственно, оптимизация просроченной задолженности. Просто консультации по всем этим профилям, пожалуйста. Обращайтесь и не стесняйтесь. Если вы думаете, что вы в тупике, скорее всего, как и 99% наших клиентов, вы ошибаетесь. На сегодня все. Желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. С вами был Дмитрий Кузнецов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова